Добрый день, меня зовут Николай и сегодня мы поговорим про вегетарианство, а именно про тех людей, которые хотели бы при этом еще заниматься спортом. Существует несколько типов вегетарианского питания. Лакто-овегетарианское, лакто-вегетарианство, веганы, как мы их называем, вегетарианство простое и песко-вегетарианство. Но простое вегетарианство полностью исключает обычную животную пищу, любую. Лакто-вегетарианство добавляется молоко, лакто-овегетарианство, помимо молока добавляются еще и яйца. Помимо этого существует песко-вегетарианство, где помимо молока и яйца еще добавляется рыба. Но это уже не строгое вегетарианство, это питание с направлением на вегетарианство, можно так сказать. С медицинской точки зрения строгое вегетарианство оказывает существенный вред здоровью, потому что не хватает определенных моментов, как аминокислоты, белки, Витамины группы В, Д, особенно витамин В12 не хватает. Также может не хватать витамина С, который вегетарианство усиленно потребляет в зерновые культуры, но мало едят фруктов. Также чистое вегетарианство не позволяет получать в полноценных объемах цинк, железо, кальций, которые необходимы в нашем организме. Я уже говорил, что витамины группы Д, В и В12 и аминокислоты, особенно незаменимые аминокислоты, которые находятся только в животной пище. Необходимое количество аминокислот могут получить те вегетарианства, которые являются не чистыми веганами, а которые как раз лакто или лакто-О вегетарианства, которые добавляют молоко или яйца. Практически все эти компоненты можно получить с этими продуктами. Если человек занимается спортом, хотел какие-то использовать элементы из вегетарианства, то он еще добавляет рыбу. Это самое приемлемое для человека, который занимается спортом питания. Что же делать тому человеку, который все-таки решил заниматься и спортом, и быть вегетарианцем? Для начала нужно понять, что основные компоненты, белки, углеводы и жиры, которые присутствуют как в растительной пище, так и в животной, они по-разному скомпонованы. Если, например, мы сможем компоновать растительную пищу таким образом, чтобы потреблять все количество необходимых незаменимых аминокислот, то надо понимать, что белки усваиваются растительные немножко хуже, чем животные. Поэтому общий объем потребляемых белков должен увеличиться примерно на 10%. Углеводы обычно вегетарианцы могут легко получать в достаточных калориях, потому что пища, соответственно, крупы все, они достаточно богаты сложными углеводами. В этом проблем обычно не возникает. Возникают проблемы с жирами. Если растительных жиров у вегетарианцев вполне хватает, то животного происхождения жиров не хватает. Животные жиры необходимы для того, чтобы производился тот же самый тестостерон, который производится только из жиров животного происхождения. Очень важно при питании вегетарианцем соблюдать большое разнообразие продуктов. Совые продукты. Совые продукты, они со временем начинают производиться более качественно в современной промышленности, поэтому иногда их уже потребление становится более полезным, чем это было в ранние годы. Исключаются те моменты, которые, например, создают определенный негатив для сои. Чечевица и прочие бобовые орехи, арахисовое масло. Кстати, вот арахисовое масло как раз позволяет восполнить необходимое количество насыщенных жиров. Гречка, псевдозлаковые такие, кино, амарант, сорга. Вот эти продукты все в большом количестве, сочетая между собой и постоянное разнообразие всех из них блюда, позволят человеку, который занимается спортом, полноценно себя напитывать, даже если он является стройным вегетарианцем. Любой вегетарианец, который занимается спортом, обычно преследует две цели. Или набрать мышечную массу, или похудеть. Вот примерное меню, на которое можно ориентироваться и для тех, и для тех людей. Итак, оговорим основные моменты. На первом месте стоит разнообразие питания. Всего, что возможно было потреблять, потребляйте. Все витамины, все свои добавочки, все добавляйте. Повышение потребления белка. Как я уже говорил, минимум на 10% добавлять белка тем людям, которые вегетарианцы, а тех людей, которые не вегетарианцы. Не забывать добавлять жиры. Желательно кокосовое, арахисовое масло. При покупке арахисового масла смотрите, чтобы не было добавлено пальмовое масло. Оно действительно вредно для здоровья. И спортивное питание. На первом месте добавляйте креатин, аминокислоты, особенно аминокислоты BCAA. И добавляйте протеиновые коктейли. И ваш рацион будет полноценным. Если вас интересуют какие-то другие темы по питанию, какие-то узкоспециализированные, или какие-то моменты из питания, обращайтесь, пишите на наш сайт, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, и будьте здоровы и счастливы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!